Французы передали президенту Франсуа Аланду бразды правления страной, проголосовав за социалистов во втором туре парламентских выборов. Глава республики оставил Жан-Марко Иро на посту премьер-министра и поручил ему сформировать новое правительство. Ранее Иро, как того требует традиции, подал прошение об отставке в связи с состоявшимися выборами. Отныне Франсуа Аланду располагает абсолютным большинством в Национальной Ассамблее. Правый союз за народное движение сдал позиции. «Восстановить страну, благодаря усилиям всех французов и по справедливости, в том числе с помощью налоговой реформы, да, это будет нелегко, но именно эта задача возложена на нас», прокомментировал итоги выборов министр внутренних дел Манюэль Вальс. Из крупных фигур социалистической партии в Нижнюю палату не прошла лишь Сеголен Руайаль, экс-министр правительства Берега Вуа и бывшая спутница жизни президента Аланда. Ультраправый национальный фронт завоевал лишь два места. Его лидер Марин Лупен не хватило 118 голосов. Национальную ассамблею прошли внучка основателя партии Марион Маришаль Лупен и адвокат Жильбер Холар. «У правых похмелья» с такими заголовками вышли в понедельник французские газеты. Граждане не проголосовали ни за одну из одиозных фигур эпохи Николя Саркази. «Лидер союза за народное движение о будущем». «Моя роль теперь состоит в осмыслении программы нашей партии. Надо вернуться к тем великим идеям, которые позволят нам построить всем вместе светлое будущее», – заявил в радиоэфире Жан-Франсуа Копе. В парламентских выборах приняли участие 25 министров из состава, отправленного в отставку правительства ЭРО. Все они были избраны в парламент, что позволит им, отмечают наблюдатели, сохранить должности.